Двухтысячные радовали нас обилием хороших исполнителей. Мы заслушивались их песнями, каждый день видели на экранах и копировали их стиль. Но потом эти личности стали все реже появляться в поле зрения. Как живут забытые российские звезды двухтысячных и как выглядят сейчас? Смотрите в нашем материале. Виасливки. Известная женская группа была популярна в начале двухтысячных и выделялась среди других коллективов зажигательными танцевальными мелодиями. Песни сливок были смесью поп-музыки, хип-хопа, ритм и блюза. Трио выпустило яркие клипы и несколько хитовых композиций. Иногда, Куда уходит детство, Летели недели и Моя звезда. Карина Кокс была солисткой группы и писала большую часть композиций. К лидеру трио прислушивались продюсеры. Кокс отличалась неисчерпаемой энергией и западной манерой исполнения. Когда певица покинула коллектив, слава Виа пошла на убыль. Карина ушла из группы в 2010 году, подписала контракт с лейблом Тимоти Блэк Стар, став первой девушкой в продюсерском центре. Там она познакомилась с будущим мужем Эдуардом Магаевым, известным как Диджей Мэг. В 2012 году музыканты поженились. В семье подрастают две девочки – Камила и Алана. Профессию Карина не бросила. Пишет альбом и выпускает с мужем совместные треки. В январе 2020 года вышел сольный альбом певицы «С пятницы и до весны». Входящая в его состав одноименная композиция является саундтреком к фильму «Без мужчин». Тина Чарльз Агунлея Первая темнокожая исполнительница на российской сцене Тина привлекала внимание экзотической внешностью, артистизмом и пластикой. Девушка выступала в «Сливках» пять лет и ушла из музыкального трио в 2005 году. Тина – известный диджей, играла во многих клубах Москвы. После ухода из ВИА артистка выпустила альбом со своими композициями и отправилась на гастроли по России и европейским странам. Диджеинг, начинавшийся как хобби, стал основным занятием и профессией Тины. Сегодня бывшая участница выступает с этами на фестивалях, работает в клубах, записывает треки и много гастролирует. Артистка замужем воспитывает сына Александра. Дарья Ермолаева Жизнь Дарьи после ухода из «Сливок» сложилась неудачно. Выйдя замуж и родив ребенка, Ермолаева продала московскую квартиру и уехала жить в Бразилию. Но муж за супругой не последовал и бросил одну с маленьким ребенком. В Южной Америке Дарья встретила мужчину, ставшего отцом второго сына. Жизнь с бразильцем также не стала счастливой, молодую женщину обижали и запирали дома. После смерти отца артистку оставила последняя надежда. Ермолаева осталась без денег с двумя детьми в чужой стране. При материальной помощи друзей и поклонников певице удалось вернуться в Москву. Дарья участвовала в программе «Перезагрузка», рассказав о нелегкой жизни за границей. Хай-фай Хитами группы Хай-фай заслушивались в конце 90-х и начале 2000-х. Именно поэтому уход Мити Фомина из коллектива стал ударом для всех поклонников. Фомин начал сольную карьеру, а вокалисты Хай-фай стали меняться один за другим. Тем не менее, в 2018 году золотой состав коллектива вновь вышел на сцену. Кроме того, Митя Фомин объявил, что они даже записывают новые песни. Самая первая солистка группы, миниатюрная блондинка Оксана Олешко покинула группу спустя пять лет после ее создания. Она решила совсем покинуть мир шоу-бизнеса и посвятить себя семье. Правда, спустя семь лет она все же вернулась на музыкальный Олимп, снявшись в клипах бывшего коллеги по группе Мити Фомина. А в 2018 году девушка окончательно вернулась в группу, которая в прежнем составе решила начать новую главу своей музыкальной истории. Тимофей Пронькин – главная глыба коллектива, который стоял у истоков группы и остается в ней по сей день. Артист начинал свою карьеру, будучи стриптизером, а затем стал участником группы, где сначала только танцевал, а потом стал петь. Тимофей – примерный семьянин, он более 20 лет женат и воспитывает двух сыновей. С августа 2019 года ведущий программы «Фазенда Лайф» на канале МИР. Ребята засияли на сцене российского шоу-бизнеса в начале 2000-х. Через два года после старта им даже выпала возможность защитить честь России на конкурсе Евровидения. Они заняли 10 место. Однако сейчас о группе мало что известно. Вернее сказать, они выступают и сейчас, но в новом составе. Вячеслав Бодолико пробыл в составе группы вплоть до 2014 года. Однако из-за конфликтов он принял решение уйти в свободное плавание. Поет он редко, зато является автором песен многих звезд российского шоу-бизнеса. Среди его клиентов можно встретить Алсу, Стаса Михайлова, Жасмин, Анни Лорак и не только. В настоящий момент Вячеслав Бодолико вместе с женой занимается менеджментом музыкальных проектов. Питер Джейсон. Попрощаться с бывшей группой он так и не смог. Несмотря на то, что группа «Премьер-министр» до сих пор существует, но с новым составом участники «Золотого состава» ездят по городам со своими старыми песнями. Только название немного поменялось, и называются они теперь просто «ПМ». У Питера три брака и четверо детей. Жан Григорьев-Мелимеров. Артист сейчас выступает в группе «ПМ» и сольно вместе с коллективом под названием «Гипси Мэн Бэнд». Марат Чанышев. В составе группы вместе с Питером Джейсоном и Жаном Мелимеровым он выступает и по сей день. Артист женат, вместе со своей женой Ксенией они воспитывают дочь. Монокини. Настоящее имя певицы Татьяна Милушкова. Проект Монокини был создан в 2001 году и быстро набрал популярность. В этом же году вышел дебютный альбом Монокини. Продюсером был Макс Фадеев. Песни в исполнении Монокини занимали первые места в российских хит-парадах. Наиболее известные песни «Беги», «Ветер», «Тикает», «Тайны больше нет» все отдала. После 2006 года проект был закрыт. Сейчас Татьяне 37 лет, она замужем, есть дочь Анастасия. Она продолжает заниматься музыкой. С 2012 года выступает под псевдонимом Мона. Судя по Инстаграм, она часто выступает на различных дискотеках 90-х со своими старыми песнями, которые, судя по бурным эмоциям слушателей, до сих пор заходят на ура. Света. Пик популярности Светланы Колтуновой был в начале 2000-х годов. Песни Светы возглавляли списки хит-парадов. Со временем популярность звезды снизилась. Первый раз артистка вышла замуж неудачно. Очень быстро развелась с мужем. В браке родился сын Никита. Вторым мужем звезды стал Михаил Теплицкий. Его знают как диджея «Джамп». В 2009 году певица родила дочку Диану. Через три года в семье родился сын Ярослав. Сейчас 40-летняя звезда продолжает радовать своим творчеством любителей музыки. В ее репертуаре немало красивых песен, большая часть из которых о любви. В 2017 году Света спела с Тимати. Песня называлась «Дорога в аэропорт». Дискотека-авария. Зажигательная группа дает концерты больше 30 лет и не собирается останавливаться. Но пит ее популярности пришелся как раз на 2000-е годы, когда они стали завоевывать поп-сцену. Ежегодно они брали новые награды и стабильно выпускали новые хиты. 2002 год отмечен для группы трагическим событием. Жуков, чей речитатив стал своеобразной визитной карточкой хитов-аварийцев, умирает после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. После небольшого перерыва артисты возобновляют выступление уже втроем. Десять лет спустя дискотеку-аварию оставляет солист Николай Тимофеев. Новость об уходе симпатичного брюнета стала настоящим ударом для его поклонниц. Сохранить хорошее отношение с дискотекой-аварией ему не удалось. Во многих интервью Тимофеев утверждает, что коллеги заставили его покинуть коллектив. В 2013 году между экс-солистом группы Николаем Тимофеевым и действующим солистом Алексеем Рыжовым завязалась судебная тяжба на предмет того, кто и как может петь хиты-аварии. В итоге суд становится на сторону автора песен. Тимофею запрещают петь на своих концертах композиции, написанные Рыжовым. 48-летний Тимофеев сейчас исполняет собственный контент. Николай был жена дважды, а от двух браков у него есть трое детей. Встречается со своей бэк-вокалисткой Кристиной Якуниной. Группа «Вирус». Звезды всех танцполов 2000-х группа «Вирус». Их знают по хитам «Ручки», «Попрошу тебя», «Счастья», «Ты меня не ищи». У них всегда были танцевальные новинки, которые взрывали школьные дискотеки. Сейчас они выпускают новые песни, но все в той же самой манере. Такая музыка популярна уже в более узких кругах. Солистке группы Ольги Лаки 38 лет. Она занимается сольным проектом, который называется «The Cats». Но и группу «Вирус» она покидать не собирается. Группа «Тотал». Группа появилась в начале нулевых. Продюсером был Макс Фадеев. Вокалисткой группы стала Марина Черкунова, двоюродная сестра Макса. Песня «Бьет по глазам» мгновенно стала хитом. Через несколько лет после образования группы продюсер Максим Фадеев благословил музыкантов на самостоятельное музыкальное путешествие. Сейчас Марине 50 лет, и она продолжает выступать в составе группы «Тотал». Группа «Плазма». Роман Черницын и Максим Постельный прославились тем, что исполняли свои песни исключительно на английском языке. Сейчас они продолжают писать и исполнять музыку, но уже менее заметные. Роман Черницын был женат на певице Ирине Дубцовой. От брака есть сын.